Вы на канале Стрецептиль. Всем доброго утра. У меня сейчас завтра быстренько. Я намазала кефиром масочку лицом. Мне нравится от неё кожа, потом она такая светлеет, становится интереснее. Пока я быстренько перекусываю салатиком своим любимым зелёным и пойдём на гениальную репетицию. Я на сегодня репетиция в ДК. Завтра она будет выступать. Потом пойдём к моим родителям, гостям. Кристи по своим делам бегает. Я уже полностью здоровая, так что с понедельника начнём опять зарядкой заниматься. Ну, кардионагрузкой будем бегать обязательно. Я от нём больше всего скидываю. Просто от приседаний, джиманий я не скидываю ничего. Только для поддержания мышц кожи, чтоб не обвисала, это обязательно делаю. Именно нужно пропотеть, чтобы скинуть хоть сколько-то грамм. Ну, ладно-ка, пошла я уже смывать бумажочку. Ну и всё. Пока-пока. Доброе утро, наши дорогие подписчики. У меня сегодня получилось так, что я сегодня на ярмарку со Светой не пошла. Потому что хоть сегодня суббота, но у моего мужа заболела мама. И она мне попросила и кое-какие продукты привезти к ней. Она живёт недалеко от города нашего, ну, в посёлке. Просто самой ей и пакет. Хоть пакет и не тяжёлый, но понимаете, что когда человек болеет, ему очень тяжело даже просто передвигаться по квартире. Ну, по дому. Вот. И она мне попросила привезти. Ну, она просто так сказала, но даже не просила. Ну, я решила, всё равно я дома. Ей помочь привезти кое-что. Так что у меня не получилось. Я вот к чему это говорю. У меня не получилось сегодня на распаковку, но в следующую субботу на ярмарку. Хотела саму прямо ярмарку снять. Вот. Я сейчас вылезла из автобуса. Беру пакеты, перехожу дорогу. Пойду сейчас дальше. Вот же я приехала как раз к маме, к мужу. Это вот такие тут качельки возле дома. Это цветочки. Ну, как всегда, у неё куча цветов. Качели тут для детей. Тут обычно дети собираются. Вот такие большие вот тут улицы. Ну, а то в городе-то у нас маленькие расстояния до дороги. Я иду. Меня сейчас мама послала за домашним коровью молоко. За полтора литра. Она заказывает заранее с вечера и утром подует корову, рано утром. И вот сейчас она позвонила, сказала прийти забрать полтора литра. Там всё под запись, потому что 75 рублей полтора литра. Такая вот дорога. Вот как раз где-то там коровка мочит. Всё. Забрала я молочко. Вот тут коровки. Котик чёрненький у нас. Он тут мяучит. Прям как у меня бегемотик. Вот большая коровка. Вот елёночек. Вот молочко я забрала. Пойдём в холодильничек сейчас отнесём. О, Андрюша будет рад. Котиком своим любимым налью. Домашнего молока. Они так любят его. Я хотела ещё показать, как долго тут всякие вот эти осенние цветочки растут во дворе. Вот это персик. Он даже здесь не прямо, например, в Геленджике, а вот мы живём чуть посеверней. В городе есть даже тут персик растёт. Вот это персик. Его сейчас просто обрезали и плоды очень хорошие, плотные у него. Вот цветочек столько тут. Сейчас хотела показать, какой виноград растёт. Вон цветы кругом. Ну это всё осенние. Летние уже все, конечно, цвели. И виноградик. Ну это тоже уже почти отсвёл. Это вот последний виноградик будет собирать. Моя свекровь. Цветочки ещё цветут. Так что вот на Кубани последние деньки. Нас погода очень радует, солнышко. Вот я уже, видите, и шапку сняла, и уже сняла куртку. Вот так вот тепло уже стало. Это я рано утром ехала на автобус, впывала в 7 утра. А сейчас вот видите, как потеплело. Хотя ещё 10 часов утра. Хотела немножко показать, как некоторые люди стараются возле дома на Кубани, особенно в селе, друг перед другом. Ну и вообще, чтобы было красиво. Сколько садят. Это вот, например, у одних людей. Так как у них тут остановка, все люди видят, как у них тут возле дома. Вот как они тут делают палисаднички. Хотя это просто снаружи дома. Палисадник. Куча-куча цветов. Посмотрите, тут разные колодца. Пальмочки. Какие-то лебеди. Ещё тут что-то. Целая сказка. Беседки. Так как я уже поздно приехала, после того, как я съездила в село, я поздно приехала, я завтракаю только в 11 часов. Я и не перекусывала. Тут у меня сразу завтрак, перекус. В него будет входить у меня салатик. Тут один маленький огурчик, один помидорчик. Зелень. Яичко одно жареное с двумя кусочками сыра. Для этого они у меня так растеклись. Я люблю такой плавленый сыр. И один у меня... И один хлебец вот такой. Решила попробовать кругленький хлебец. Это как раз с яичницей. Так, на обед у меня будет варёная курица, огурчик и салат с чесноком, со свёклой. С капелькой маслица и с чесночком, как она говорила. Купили сенушки орешков. Персиков нету. Они... Это аж сместные всё. А настоящих всё персиков нет. Покажи орешки свои. Корецкие обычно купили. Вот цветочки. Красивые, да? Ага. А на меня попросите. Покажи. А где они? Ещё на хорюшку купили. Ну? Дай мне. Да. Ммм. Вкусно? Ммм. Дай мне. Южевича. Да. Спасибо. Ну что, потопали на танцы, а то только опоздаем. Это наш местный бычок. Он у нас обитает в нашем Азовском море. Король рыб. Да всё твое, всё. Всё нормально. Как вы... Вообще, когда нет, по городу идёшь, нет вообще ветра. Хотела побегать, одела вот спортивку. Ну, во время танцев побежала и купить надо там колготки для выступления. Там костюмы поменялись ещё. Вот этот бакончик сюда на голову, тоже для костюма. И поэтому не сходила позаниматься. Ну ничего, потом с понедельника будем с Кристи тогда вместе нагонять всё это. Вот это колготки обычные телесные. Будем, в общем, зажигать. На ужин у меня сегодня тушёный кабачок. Ну, маленькая часть от него, от большого кабачка тушёного. Потом маленькая крылышка. И немножечко зелени. Укроп и петрушка. Решила ничего такого из круп не есть. Перед сном, может быть, ну, за пару часов. У меня там ещё я купила кефир. Может, ещё стакан кефира выпью. Вот у нас с Яночкой будет картошка с индейкой тушёная. Ну, она такая жизненькая, как супчик. Ну, это тушёное всё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok